Профсоюз железнодорожников Профсоюз хозяйственных машин акциз на топливо остался прежним, то для железнодорожников он возрос, что вызвало недовольство как работодателей, так и самих работников. Мы уже сейчас получили первое письмо с Голрейла, где будет сокращение работников и работодателей в ходе переговоров по коллективному договору. Мы хотели говорить о повышении заработной платы, но нам говорят, что денег нет. Так как правительство решило таким способом улучшить ситуацию своего бюджета, но при этом ухудшили бюджет предприятий. Именно поэтому было решено провести акцию протеста 17 января, когда утихнут все праздники и наступит отрезвление в прямом и переносном смысле. Поднятие акцизы на топливо коснулось не только пассажирских перевозок, но и грузопотока, который практически иссяк. По словам Чубарова, сколько бы они ни говорили о проблемах железнодорожной сферы, и бывший министр экономики Юхан Парци, нынешний Урвепало, отвечает, что в скором времени все наладится, но при этом не предпринимали необходимых с точки зрения работников мер для этого. А перед предстоящими выборами надеяться и вообще не на что. Сегодня с работодателем по одну сторону баррикад. То есть пытаемся объяснить правительству, что нельзя откладывать решения проблем в долгий ящик. Что сегодня уже надо было вчера уже находить эти решения и сегодня, чтобы их уже воплотить в жизнь. Но так как, конечно, правительство готовится к выборам, их интересуют другие вопросы. Железнодорожники напоминают, что начиная с 2008 года бесконечная череда сокращений уменьшила на 2000 количество рабочих мест в секторе. На рынок труда были выброшены специалисты, имеющие уникальные профессиональные навыки, применение которых в других сферах производства было затруднено. Теперь один работник должен выполнять обязанности нескольких, что никак не отражается на зарплате, но влияет на качество выполнения заданий. По мнению железнодорожников, правительство должно задуматься не только об экономических факторах, но и о политических причинах угасания некогда мощного бизнеса, приносившего миллионы в госказну.